Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа депутатская. Очень приятно, что в студии у нас Дмитрий Валентинович Дениско, депутат Московской областной думы. И, как всегда, он пришел к нам с огромным количеством бумаг, но мы сразу же договорились о том, что бумаги нам нужны только для какого-то тезисного участия, потому что, как всегда, наш гость часто бывает здесь, он в курсе всех проблем. Но сегодня день такой еще мартовский, поэтому я думаю, что мы не можем не вспомнить то, что отмечалось в пятницу. Правда? Поэтому у вас есть возможность обратиться к нашим дамам. Начнем с приятного сразу. Добрый день, Николай. Спасибо за предоставленную возможность. Да, сейчас прекрасный мартовский день, и совсем недавно мы отмечали Международный женский день. И, пользуясь случаем, я поздравляю всех девушек, женщин, мам, сестер, невест, жен, бабушек с этим прекрасным женским днем. Желаю счастья, любви, заботы и мирного неба. Ну, и напомню, что в депутатском корпусе и в Совете депутатов городского круга Люберцы в областном, и, конечно, в Государственном доме тоже есть женщины, там наверняка тоже вы поздравляли. Но праздники праздниками, а жизнь продолжается. Между праздниками, как бы, будних дней гораздо больше. Вот мы поговорим о самом, наверное, главном, это исполнении наказов избирателей. Вот я знаю, что у депутатов бывают отчеты. У вас сегодня, получается, тоже своеобразный отчет. По счету, какой уже будет у нас? Сегодня у меня маленький юбилей, 40-й отчет. А это обязанность? Это обязанность каждого депутата отчитываться перед избирателями. Ну, вы же можете, например, приехать, я не знаю, в какое-то место сказать, вот в этом году буду отчитываться здесь и выступить там сколько? Ну, час-полтора, и на этом закончить. Зачем вам 40 отчетов? Вообще отчет это, скажем так, не догма, которую надо придерживаться каждого пункта. Он происходит по-разному. В некоторых местах, куда я приезжаю, это проходит в течение пяти минут, где-то это занимает час. Это все зависит от вопросов и от заинтересованности граждан, пришедших на встречу. То есть все по-деловому? Да. Тогда сразу такой вопрос, прежде чем мы перейдем уже к фактам непосредственным. Насколько вы чувствуете, изменилось, либо лучше стало, может быть, хуже стало отношения именно граждан? Приходят ли они на отчеты? Понятно, что многие обращаются к вам непосредственно, когда что-то случается. Но есть ли те люди, которые просто беспокоятся там, что происходит, как, приходят на отчеты, послушать? Или исключительно только решают какие-то свои личные вопросы граждане? Ну, на самом деле, большее количество людей как раз приходит послушать и задать вопросы, что будет происходить. То есть заинтересованность есть какая-то? Да, заинтересованность в развитии, заинтересованность. У многих наших жителей нет возможности почитать местную прессу, посмотреть местный канал, прийти на встречу с какими-то уполномоченными представителями администрации. А я же приезжаю на работу к этим людям, я приезжаю во двор к этим людям. То есть им не надо никуда идти. И если они видят, мы заранее даем объявление, что будет приедет депутат, будет отчитываться, можно задать вопросы, можно сделать наказы. И люди приходят, кто-то делает наказы, кто-то... Кого-то все устраивает и просто послушает. А кто-то просто пришел посмотреть в глаза депутату, да? Как говорится, работает, не работает. А кого-то просто руководство попросило. Ага, даже так. Ну, давайте переступим тогда уже к отчету. Тем более у нас пяти минутами дело не обойдется. Я знаю, что у нас от ситуации экономической и любой другой до спортивной. Мы знаем с вами, у нас расширенный такой всегда разговор. С чего начнем? Что самое, как вы считаете, важное было в наказах? С чего хотелось бы начать наш рассказ? Ну, скажем так, давайте я тогда по своему плану постараюсь не затягивать сильно. Ну, одно из самых важных направлений – это поддержка участников СВО. То есть весь 2023 год прошел... Под этим знаком. Да, под этим знаком. Причем мы поддерживаем и наших ребят, которые находятся на передовой, и новые территории, и семьи бойцов, которые сейчас в данный момент защищают нашу Родину. У каждого депутата есть подшефные, так сказать, семьи. Как бы прикрепленные. Да, с которыми мы постоянно в контакте. Ну, раньше больше было обращений, сейчас вроде бы как поменьше. Это тоже, в общем-то, говорит о том, что многие вопросы решаются. Вот. По указу президента создан фонд, называется «Защитники Отечества». Отделение этого фонда работает в Люберцах. Ну, вот, к слову, находится на Октябрьском проспекте, дом 120, корпус 3. Там помогают как семьям, так и участникам СВО. Решают многие вопросы. Там участвуют и администрация, и депутаты всех уровней? И бывшие военные, и ребята, которые уже прошли, скажем так, СВО. То есть, как говорят, со всем миром. Всем миром, да. И курируют со стороны администрации, естественно, со стороны депутатов. Поэтому все вопросы, которые возникают, решаются достаточно оперативно. Это любые вопросы, даже житейские, и то, что касается гуманитарной помощи тоже. Ну, я понимаю, что эта схема уже сейчас выстроена, то есть все довольно быстро решается, да? Ну, как сказать, всегда есть разные вопросы. Или все равно индивидуальности. Всегда есть разные вопросы. Одни решаются быстрее, другие не так быстро, как хотелось бы. Но у нас, в принципе, алгоритмы уже есть, настройка есть. Хорошо. Какой следующий вопрос вы хотели бы выделить? Я бы хотел сказать, что бюджет Московской области очень сильно развивается и растет. И вот в этом году он уже превысит 1 триллион рублей. То есть это и доходы бюджета, и расходы, соответственно, бюджета. Это позволяет нам тратить больше денег на социальные программы. К слову сказать, вот в 2023 году все социальные программы бюджетные были выполнены. 2024 год президент обозначил как год семьи. Поэтому сейчас особое внимание семям с детьми. Да, у нас в Московской области проживает более 110 тысяч многодетных. И для них, ну не только для многодетных, вообще для семей с детьми действует больше 20 региональных мер поддержки. То есть это является приоритетом. И сразу такой вопрос возникает. Конечно, мы все слушали послание президента, где очень много поднималось вопросов. И там практически каждый абзац начинался с какого-то предложения, которое уже либо принято, либо будет принято. Но везде финансовый вопрос. И даже спрашивали министра финансового. Вот и вы говорите, что бюджет. А откуда деньги-то берутся? Потому что бюджет, он же растет, тем более на социалку. Кто помогает? Или предприятия теперь будут как-то отчислять? Говорят, что с налогами что-то будет. Я понимаю, что это такие политические вопросы. Но тем не менее, такие у избирателей тоже вопросы. Откуда деньги? Получится так, что у одних заберут деньги и все отдадут многодетным семьям. Нет, такого не происходит. Мы не отменяем другие социальные программы. Это в основном вводится дополнительная программа. И к слову сказать, откуда деньги, это тоже очень такой интересный вопрос. Деньги зарабатывают предприятия, которые работают на территории региона. Чтобы этих денег больше, надо, чтобы эти предприятия работали лучше. Рабочие места. И предоставлять возможность новым предприятиям заходить, либо развиваться действующим предприятиям. Поэтому у нас работает более 20 мер поддержки вместе с федеральной. По-моему, 23 вместе с федеральной мер поддержки для бизнеса. Вот хорошие такие региональные меры поддержки – это промышленная ипотека. Что это такое? Сейчас кредиты достаточно дорогие. Если ты арендуешь цех какой-то, ты видишь, у тебя все получается, тебе надо расширяться. Ты либо присмотрел готовое здание для производства, либо хочешь построить здание для производства. Ты обращаешься в правительство, есть специальная комиссия, которая рассмотрит твой запрос. И в случае определенных показателей, если ты удовлетворяешься этим показателям и гарантируешь, что ты создаешь такое количество рабочих мест, у тебя будут такие-то отчисления в бюджет. Они вполне реальные, нормальные. То часть процентов по кредитной ставке берет на себя бюджет региональный. Поэтому вместо 25% ты будешь платить 5%. Есть аренда за 1 рубль, есть недвижимость за 1 рубль. Недвижимость это есть объекты, опять же, в собственности правительства Московской области, которые не используются, находятся в состоянии не совсем нормальном. Среднестатистически? Нет, не совсем нормальном, то есть требуют ремонта, требуют вложений. Тебе такой объект, этот список есть на сайте правительства Московской области. Ты делаешь заявочку, тебе на 10 лет предоставляют этот объект за 1 рубль всего. Но ты должен его отремонтировать, ты должен запустить, ты должен опять же запустить какой-то бизнес. Начать работать, начать платить налоги, нанять на работу какое-то определенное количество людей. То есть, подводя итоги вот этому вопросу, деньги не просто так из воздуха рисуются, а есть программы, которые с разных сторон заходят для того, чтобы социалка работала. Нужно, чтобы работали себе предприятия. Нужно, чтобы поступали налоги. Да, и мы же видим, что сейчас в связи с известной всеми ситуацией, то все больше и больше появляются предприятия самого разного направления. Было бы желание. Запрос очень большой. И приходит к вам, завершая вот этот разговор, бизнесмен, который советуется, или который приходит с какими-то проблемами, где-то кто-то что-то там документом не подписал. Это тоже приходится депутату помогать решать. Во-первых, часто не они приходят, а я к ним прихожу. Так. Потому что я являюсь еще куратором проекта предпринимательства. Я поэтому, да, и региональный. И мне часто пишут в соцсетях, что вот у нас такой-то вопрос, мы такое-то предприятие. Либо звонят там. Найти мой телефон достаточно просто. Тем более, многие общаются с соответствующим управлением в администрации. И мы приезжаем на это предприятие, смотрим, общаемся с руководством. Что нужно, как нужно, чем мы можем помочь. Даем контакты, сводим там с людьми, которые занимаются в правительстве, этими вопросами. Ну и вот потихонечку такая история. Кто-то гранты получает, кто-то вот на промышленную ипотеку. Но лучше стала вся эта история, мы же часто смотрим, да, сравним советское время, 90-е, 2000-е годы. Вот сейчас уже эта схематичность лучше выстроена, быстрее. Я не знаю, как было в советские годы. Ну, я имею в виду. Я тогда был еще школьником. Ну, хорошо, с 90-ми все сравниваются. Слушайте, ну, в 90-х не было ничего этого. Да. В 90-х такой каждый за себя, по сути, было. Кто что оторвал, тот... Нет, сейчас, если даже мы сравним ситуацию, которая была, не знаю, 15 лет назад, это кардинально поменялось. Во-первых, выделяются деньги специально для этого. И каждый год выделяется больше денег. Потому что, как подсчитывали даже экономисты, рубль, вложенный вот по этой программе, приносит гораздо больше денег. Потому что предприятие, когда приходит, оно приходит надолго. И частный собственник старается заработать себе прибыль. И зарабатывая себе, он зарабатывает на налоги, зарабатывает для людей, которые работают. Хочу задать вопрос. Понимаю, что вот он немножко, мы в сторону отойдем, но не могу его вам не адресовать, потому что он тоже возникает. Все-таки вот предпринимательство, и у нас много людей было, которые в Люберцах занимаются предпринимательством. А сегодня какой-то теневой рынок существует или он сведен к минимуму? Помните, когда... Теневой рынок? Ну, я имею в виду, плата, например, денег в конвертах или какие-то там махинационные схемы. Или это удалось все-таки немножко прикрыть все? Я могу так сказать, что вот у нас налоговая инспекция – это очень продвинутый, инновационный, вернее, продвинутый орган контроля с очень инновационными системами контроля. И у них есть определенные показатели, сколько для той или иной отрасли должна быть средняя зарплата. И у них все это в электронном виде отражается. Если где-то что-то, какое-то предприятие начинает идти ниже этого, сразу приглашают, ну, не бьют по голове, сразу приглашают и объясняют. Уважаемый товарищ предприниматель, у вас, как вы, вы как бы немножечко там не в рынке находитесь, вам надо немножко подправить свою ситуацию. А если уже там не находят понимания, тогда уже может быть и проверка какая-то организованная. Это тоже прокуратура, да. Ну, почему проверить? Ну, прокуратура, не обязательно прокуратура. Это налоговая может тоже проверить. Смысл в том, что сейчас все же максимально перешло в дезналичную плоскость. Да, наличных очень мало. Вы знаете, это мне иногда на транспорте жалуются, там бабушки, что там не принимают социальную карту, или там не принимают переводом оплачивать, просят. Я в этом случае говорю, ну, бабушки и так по социальной карте у нас бесплатно ездят. И если им говорят, что у них там что-то не работает терминал, это проблема не бабушки, а водителя этого конкретного. Да, безусловно. И даже если человек обязан заплатить, а ему предлагают не по карте, а куда-то переводом, этот человек имеет право отказаться, потому что и не платить совсем. Вы не выходите на маршрут, если у вас не работает. Да, да, да. Это обязанность водителя, чтобы все системы, в том числе и терминал для оплаты, работали. Работали. Сейчас сделаем небольшую паузу. Во второй части, конечно же, будет ЖКХ, конечно же, будут проблемы, наверное, медицинские, проблемы спортивные, детские сады. И немножко о выборах поговорим. Так что дождитесь продолжения. Дмитрий Дениско, здесь у нас в студии депутат Московской областной думы. Депутат Московской областной думы. Понятно, что это и депутаты совета депутатов городского круга Люберцы, ваши коллеги. Но, тем не менее, вы же все тоже держите под контролем. Насколько сегодня вы, как депутат, довольны или есть там какие-то проблемы и есть о чем сказать избирателям? Ну, я хочу сказать, что бюджет 2023 года исполнен полностью на 100%. И исполнен очень хорошо, поэтому по вводу социальных объектов он был лучший за все время. Ну, вот если мы говорим про ЖКХ, для примера, вот в области отремонтировано 15,5 тысяч подъездов. 15,5 тысяч подъездов. Это из скольки, вот если бы знать, сколько их всего? Например, у нас в округе отремонтировано 88 подъездов. У нас примерно, не беру новостройки, но всегда считалось, что около полутора тысяч. Полутора тысяч, вот так, примерно, подъездов. А речь идет, я так понимаю, о домах не новых, а таких уже обвечалых не больше. Конечно, не новых, потому что новые дома они не требуют. Они отремонтированы были, потому что избиратели попросили, или время пришло? Нет, это есть план ремонта. И, естественно, просят жители, голосуют, кто там больше проголосовал, тому вперед придут. То есть, можно впереди паровозов побежать и быстрее сделают ремонт? Если адекватно, да, потому что бывают равноценные. Кто больше проявил инициативу, к тому вперед придут. А деньги на это выделяет областная дома? Нет, это деньги из бюджета Московской области. Ну да, я имею в виду, то есть, это бюджетные деньги, которые в программу входят, депутаты их распределяют между собой. У меня отремонтировано 8 подъездов, у меня 200, а у меня 50. Так получается? Или это совместный какой-то вариант? Вы знаете, не уверен точно, кто там, возможно, и софинансирование муниципалов есть и так далее. Хорошо. Дворовые территории. Вот перед дворовыми я бы отметил, что более 450 общественных пространств было за последние 5 лет создано заново. Вот в прошлом году, все знают, очень большой и красивый парк у нас. Лесная пушка открылся. Там на территории больше 100 гектаров. Малаховское озеро доделали. И впереди еще планы делают другие. Начали реконструкцию Наташинского парка, то есть и Марусь на парк. Значит, должны до сентября месяца это все дело закончить. Там смысл такой, что большое количество людей должны получить полноценный отдых в свое свободное время. Поэтому места, где человек отдыхает, они должны быть благоустроены. Это одна из... Ну, это такая серьезная политика, и эта политика работает. Вот приносит хорошие плоды. Значит, по дворовым площадкам, ну, я, честно говоря, не помню. Сейчас, по-моему, у нас вот в нашем округе 29 площадок отремонтированных. Помимо этого, 7... Ну, это не площадок, это 7 дворов. Да, да, да. Комплексное благоустроительство. Комплексное благоустроительство. Там и асфальт, и освещение, и детские площадки, и все, все, все. Вот. А еще, помимо этого, поставили в нашем округе 7 детских площадок по губернаторской программе. Это отдельная программа. Там площадки достаточно большие, от 150 до 300 метров. Все такие серьезные. А вот эти площадки, они... Ну, я знаю, что вы сами персонально посещаете практически все строительства, которые проходят под эгидой, да, и школы, и любые другие... Ну, школы, сады обязательно. Да. То есть, проект партии «Единая Россия», новая школа по этой программе, это наша тоже обязанность осуществлять контроль. Вот давайте как раз поговорим о новых стройках, да, потому что это и, ну, скажем, есть жилые комплексы, которые строят компании, которые хотят зарабатывать денег, но тоже ведется беседа, чтобы не было так, дом построили, про садик забыли или про магазин забыли. Такое же бывало в истории. Сейчас такого у нас нет. Да. А в данном случае вот площадки детские, они как строятся? По просьбе жителей или какой-то мониторинг идет, что вот здесь бы неплохо было площадку сделать? Именно детские площадки, но только, конечно, мониторинг. И мало того, опять же, учитывается мнение жителей, которые участвуют в голосовании. То есть есть специальное голосование. То есть работа с жителями идет? Да, 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 обязательно. И мы советуем жителям, что вот, да, мы видим, у вас ситуация такая, пожалуйста, организуйте своих соседей. Вот там-то, там-то мы вам скажем, когда будет открыт портал для голосования. И люди участвуют. У нас по такой программе многие добились разных, не только детских площадок. Вот у нас на поселке Калинино, по-моему, 38-й дом, там тоже жители, ну, такие очень-очень активные, подходили ко мне, к местным депутатам, к администрации. И да, мы подсказали, когда вовремя подать заявку, и они получили спортивную площадку. Очень довольны. Ну, вот. Ну, коль мы начали говорить о зданиях, давайте поговорим о школах, детских садах, потому что этот вопрос всегда у нас тоже в приоритете. Потому что, слава богу, прирастает город новыми гражданами. И как идет здесь работа? По области в прошлом году было построено 37 школ новых по области и 41 детский садик. У нас в 23-м году открыли одну новую школу и 5 детских садов. А вот в этом году, в 24-м, планируется открыть 5 школ и 6 детских садов. Это же вам в каждую школу надо будет ездить, смотреть, как идет дело. А я уже там практически везде был. Ну и как? Чего нас ждет? Что это за новые школы будут? Слушайте, очень хорошие, очень красивые, очень современные. Это какой-то общий проект Московской области? Нет, нет, нет. Это, ну вот, то, что мы говорим, это все новостройки. Вот, и как вы говорили, что раньше бывало такое, что комплекс построился жилой, а школу, детского садика там или поликлиники нет, такого сейчас нет. То есть это все входит уже в комплекс? Конечно. В прошлом году, ну, везде, каждая территория, есть расчет по потребности, по таким-то, таким-то, таким-то социальным нужным. Вот, например, у нас в прошлом году было построено три поликлиники, введено, и одна станция скорой помощи на четыре машины места. То есть все это дело идет под жестким контролем и соблюдением обязательных показателей. Видите, как мы плавно идем, что, значит, профессионалы, да, потому что один задает вопросы, которые граждане, естественно, тоже задают, вот, а депутаты отвечают, тем более у нас депутаты местного уровня, и все самые важные, скажем так, представители направления бывают здесь. И вот возникает такой вопрос сразу же, вот, бывают еще проблемы, например, устроить ребенка в школы, понимаешь, вроде как это местный депутат может решить, но, может быть, где-то очереди есть, или где-то детский сад построили, хорошо, все довольны, а вот уже так получилось, что через там полгода уже вроде здесь просится какой-то детский сад. Личный контакт есть по этим вопросам, или настолько сейчас это все решается, что всем хватает школ и садов? Вы знаете, ну, Николай, всегда есть нюансы, всегда есть нюансы. Около одного дома может в зоне какой-то пешей доступности располагаться три учреждения дошкольных, например, да, и мама хочет вот сюда, а в этой группе, допустим, мест нет, а вот в соседнем корпусе есть. Ну, вот маме хочется, например, сюда. Но такие вопросы всегда возникают. Я могу сказать, что очереди по детским садам у нас нет. Есть кое-где у нас вторая смена по школам, но вот эти как раз, это самые острые позиции, там уже строятся везде школы. Ну, то есть в октябрьшем у нас очень сложная ситуация, там запланировано строительство, уже там участок практически оформлен. Ну, то есть мы научились играть немножко на опережение, да? Ну, к сожалению, здесь чуть-чуть мы не успели, но стараемся, да, стараемся. Вот Красково тоже, школа открывается, ну, Красково, там тоже сейчас как бы 56-55 школа, они с уплотнением работают. Это, конечно же, их разгрузит. То есть есть, где планово успевали, есть, где немножечко как бы вот чуть-чуть, ну, могли бы и побыстрее, скажем так. Ну, это хорошо есть, над чем работать. Еще такой вопрос тоже, как бы, перейдем еще к медицинской составляющей, потому что вы уже ее затронули тоже. Вот педагогический состав, опять же, возвращаясь к году семье, у нас был год педагога и наставника прошлый. Одно дело, мы можем построить сейчас довольно быстро, да, школы, детские сады. И за это спасибо всем, кто в этом участвует. Но надо же наполнить еще хорошими профессиональными кадрами. Вот эта работа как-то курируется депутатами? Или вы отдаете ее на откуп уже профессионалам в педагогике? Посмотрите, мы на откуп ничего не отдаем. Все равно все проверяем. Где-то мы можем повлиять, где-то мы можем меньше повлиять. Все-таки мы не исполнительная структура, но мы работаем всегда в плотном контакте со всеми руководителями, которые занимаются этой темой. И мы принимаем законы, которые помогают этим руководителям набирать нужные кадры. И в этой связи я бы хотел обратить внимание на слова президента в послании. Владимир Владимирович как сказал, что у нас есть ситуация, когда два региона расположены рядом. Один регион побогаче, другой победнее. Бюджетники работают, выполняют одну и ту же работу на одних и тех же позициях. Зарплата различается очень сильно. И это, сказал наш президент, надо корректировать. Я надеюсь, мы, к сожалению, мы, Любрецкий округ, находимся рядом с нашим... Это прямо про нас сказали. Да, сказали прямо про нас. И мне бы очень хотелось, чтобы все заинтересованные службы это услышали. Вы услышали, да, и помогли нам все-таки решить эту кадровую серьезную проблему. Я добавлю, что мы тоже решаем эту проблему следующими всевозможными социальными мерами поддержки, которые для этих категорий вводим. Привлекательные. Да, вводим. Вот, например, для врачей есть такая мера поддержки, как частичная оплата жилья. То есть, когда специалист приезжает из другого региона, он вынужден арендовать жилье. И вот 20 тысяч рублей из бюджета доплачивается, да, из бюджета Московской области доплачивается такому специалисту на оплату аренды квартиры. Мы, к сожалению, должны заканчивать, но у нас осталось еще два направления. Первый – это спорт, потому что мы знаем, что Дениско человек спортивный, сам ко всех призывает к здоровому образу жизни. И знаю, что вы очень внимательно, тоже внимание этому уделяете. Что-то здесь есть нам сообщить интересное? Есть. Ну, вот, во-первых, торпеда у нас будет в следующем году построена. Вот, все же об этом говорят. Будет? Кстати, мы еще одну тему по транспорту не затронули, тоже хорошие, много хороших. А это я на последнее стал, на разное. Да, хорошо. Хорошо. Значит, смотрите, да, торпеда в 25-м году у нас сдача. Значит, сейчас очень активная тема – это установка за счет частных инвесторов в школах манежей. Чем хорошо? То есть они до трех часов работают для школы, для уроков абсолютно бесплатно для детей. А после трех часов там занимаются уже секции платно. То есть, ну, при этом школы ни за что не платят. Ни за освещение, ни за электричество. И кто-то их все равно поддерживает, получается. Нет, это за счет частников. Они их и строят, и потом эксплуатируют. Но до трех часов из-за того, что школа предоставила свое, и у них идут уроки, соответственно, да, в учреждении. То есть на манеже занятия все бесплатные. А после трех часов они уже зарабатывают деньги. И опять же там очень удобно для родителей, что не надо никуда далеко везти. Вот он здесь занимается уроками, там сделал домашнюю работу, пошел, позанимался. Уже 10 таких у нас функционируют на территории манежей. Там разные футбольные. Вот в шестой школе они, по-моему, для художественной гимнастики должны сделать. Вот. И другие директора уже ко мне обращаются помочь организовать, чтобы у них такие построили манежи, потому что это очень удобно, очень... То есть такое целое направление родителей. Очень комфортно. А про транспорт что вы хотели сказать? Слушайте, про транспорт у нас тоже очень много положительных и известий, и планов тоже, да? Ну, из того, что стало, МЦД запустили. Первый этап Октябрьского практически сдали. Там два пешеходных перехода сейчас подземных. Вот они в этом году должны закончить. Это Смирновская улица и улица Красная, да? И мы тоже просим там рассмотреть варианты еще подземного перехода, где ДК наш. Как раз там торпеда будет, чтобы все-таки людей немножко... Там большой поток. Ну, это как бы и правильно будет. Большой трафик идет, да. Ну, пока как бы не получается вот прям подтвердиться, да? Ну, вот глава нашего Михаиловича Волков согласовалась с губернатором, и уже, я знаю, деньги выделены на проект моста, где дырка была. То есть мы только для реконструкции, но дырочку сделают. Знаменитая. Ну да, но из-за того, что все-таки МЦД запустили, сложно уже с РЖД эти вопросы решать. А когда идет над ним, то с ними там особо проблем нет. Ну что ж, мы должны заканчивать. Мы прекрасно понимаем, что начинается последняя неделя, после которой выборы. Закончится все 17 марта. Ну, это как бы день, когда выборы действительно завершатся. Вот. Для вас это важно, выборы президента? Это важно для каждого гражданина. Вы как-то агитируете или просто предлагаете, или люди вас спрашивают, пойдут ли на выборы, не пойдут? Во-первых, я довожу информацию везде, где могу, и в том числе и на отчетах. Я всегда приглашаю людей. Мало того, что сейчас можно не только прийти на избирательный участок, можно зарегистрироваться и проголосовать онлайн. Да, мы рассказывали. Без отрыва от производства. Кстати, многие именно этот способ голосования выбирают. И, конечно, я считаю, что чем больше граждан пойдет и выразит свою волю, тем правильнее и весомее будет та поддержка, которую испытывают люди, которые работают на благо страны. Которые участвуют в этих выборах. И об этом думают, да. Ну что ж, спасибо вам большое. Я понимаю, что вопросов огромное количество. Я так понимаю, что еще отчетная пора у вас продолжается. То есть, если кто-то чего-то захочет узнать, они наверняка найдут. Или вы будете приезжать, и люди будут вам задавать вопросы. Спасибо, что пришли. Обсудили по-честному. Подняли те проблемы, которые есть еще, и их тоже нужно решать. Депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин